Сегодняшняя тема О дагестанском бизнесмене Курбане Амарове долгое время ходили нехорошие сплетни, супруга Ксении и Бородиной постоянно подозревали в изменах. Жена писала посты в защиту любимого или вовсе не реагировала на сообщениях о новых подругах своего избранника. Летом 2021 года терпение телеведущей, похоже, лопнуло. После очередной истории с адюльтером Ксения объявила о расставании. Фото парочки смотри в галерее, при таких обстоятельствах, которые у меня сложились, нет и одного процента сомнений. Такое нормальные женщины не прощают. Понятно, что обстоятельства бывают разные, но нет, честно поделилась мыслями о происходящем знаменитость в своих соцсетях. 6 августа их шестилетний брак был официально расторгнут. Бывшие даже не стали встречаться в суде, их интересы представляли адвокаты. По признанию ведущего Атара Кушанашвили, который близко знаком с Ксенией, Амаров оставил все имущество экс-супруги. Он не настаивал ни на чем, ни на дележке имущества, что говорит о нем исключительно исчерпывающим образом. Так поступают мужики, сообщил Кушанашвили в своем онлайн-шоу, каково. Что касается Курбана, то он был не таким красноречивым. После расставания он выложил видео, на котором исполняет песню о разрыве «Батарейка», в оригинале это композиция группы «Жуки». А под постом предприниматель написал «Я не злой человек, во мне нет скрытой гнилости. Умею молчать, где надо, и улыбаться там, где грустно. Видеть в плохом хорошее и благодарить. Поднимать глаза и смотреть в светлое будущее с оптимизмом». Видео об этом союзе смотри здесь, через несколько недель после расставания СМИ запестрели заголовками о новом байфренде ведущей «Дом-2». По слухам, Бородина заинтересовалась 29-летним армянином Эриком Авагяном, он также известен под ником Гриша Эрик. Любопытный факт, первый супруг Ксении, предприниматель Юрий Будагов, тоже армянин. Эрик и Ксения познакомились благодаря Инессе Шевчук, бывшая участница «Дома-2», давно дружит с обаятельным кавказцем. Сначала парочку застукали на дне рождения бизнес-вумена Леонора Мавсисян, а через пару недель появилось видео с закрытой вечеринки, где Ксения и молодой человек танцевали и улыбались друг другу. В одном из телеграм-каналов в августе также писали, что влюбленные уже успели отправиться в совместное путешествие в Армению. Эти двое еще не давали комментариев о своей связи, тем не менее, фанаты уверены в серьезности их романа. Эрик переехал в Москву несколько лет назад, когда поступил в Реуим Плеханова. После окончания он, по всей видимости, занялся блогерством и бизнесом. В инстаграме Эрика 1,6 миллиона подписчиков. На многих снимках часто не видно лица парня, зато виден айфон, автомобиль или одежда люксового бренда. Видимо, таким образом он подчеркивает свой статус и состояние. Фото Авагиана «Смотри тут» Благодаря небольшому расследованию газеты КП, стало известно, что Эрик открывал несколько фирм, но все они были закрыты. Сейчас на него оформлена компания, занимающаяся продажей недвижимости. В некоторых статьях, посвященных парню Бородиной, Аваганина называют ресторатором, однако никто не раскрывает, какое именно он имеет отношение к общепиту. Есть и информация о личной жизни Эрика. Год назад в соцсетях он писал о болезненном расставании с девушкой, которой «нравилось причинять себе боль». Эти звезды тоже начали отношения в 2021 году.